Всем салют, молодые! С вами, как обычно, Паша Клейнс, это CCD Planet, пятый сервер, и я сейчас хочу отправиться на другую работку, то есть вот это таксопарк, где здесь все еще 6 поездок, которые были на предыдущем ролике, но сегодня я хочу попробовать кое-что другое. Так, для начала, Array Spawn моего транспорта, пожалуйста, вот это сейчас, кстати, он вообще странно так заспаунился. Ребят, все еще пишите, хотите ли вы, чтобы я поменял внешний вид данной ласточки, может быть, мне номера другие поискать, может быть, вы мне посоветуете какие-то номера, пишите все в комментариях, обязательно я это все дело посмотрю. Итак, мне сейчас нужно ехать в SF, потому что я очень сильно хочу попробовать поработать автобусником, и, соответственно, я думаю, что, в принципе, ехать мне не так уж и долго придется. Вот, к слову, как вам настройщики хендлинга? Хендлинг, это, короче, получается настройщики автомобиля, ускорение, вот это вот все, короче, дело. Вот, может быть, вы, кстати, автобусник проехал, ну, я у него не буду спрашивать, что там, сколько стоит, я просто поеду в SF и все. О, нормально, удобно, кстати, не нужно никуда нажимать, заранее просто закупаешься и все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам мой образ в кепотушке. Еще у меня и борода там вообще с ума можно сойти, она там отросла уже, не знаю, чересчур сильно. Но на днях я поеду, подстригусь, держу в курсе вас, ребята. К слову, вы можете подписываться на мой инстаграм, ссылка на который есть в описании, на телеграм-канал. В телеграме я отвечаю на вопросы там всякие, а в инстаграме, ну, вот, знаете, вот был недавно Игромир, да, предположим. Я там летал туда, смотрел, что там, как, чему вообще, и, соответственно, очень много там чего было. Да, сука, опять штраф, я, я тупой, походу. Так, во, все, я доехал до СФ, это просто великолепно. Итак, ехать, насколько я помню, мне нужно, короче говоря, в сторону моста, под мост, скорее всего, что-то типа того. Но сейчас я еще посмотрю. Вот, я вам скажу честно, я ориентируюсь на ролики Саши Булкина, потому что, ну, я не знаю, мне понравится, как он делает. И это все, что я хотел сказать. Вот, чисто такие моменты. Так, ну ладно, хорошо. Вообще, в принципе, я бы еще заехал в ментовочку немножечко. Опа, отсюда идем. Вот так вот. О, ебанья, вот как казино. Нормально. Вот, и, короче говоря, сейчас вот так вот немножечко хлоп. Нормально, 10 из 10, так это и работает. А, как хорошо, что здесь не нужно вот эти правила соблюдать. Еще там что-то, знаете, вот всякую вот эту вот фигню. Ты просто ездишь, тебе по кайфу, и все. Тебе нормально. 14 косарей штрафов, пиздец. Все, что я наработал в прошлый раз на такси, просто сюда сейчас уйдет. А давайте помоем. Ну, хотя тут особо-то ее сейчас пока что мыть-то не надо вроде бы. А, во! Ха-ха, нифига прикол, я не знал. Вот это рофил. Ля какая у меня сейчас лайбочка тупо будет. Она мокрая, что ли? Она мокрая, реально, смотрите, она мокренькая вся такая. Ля какая, е-мое. Ну ладно, я думаю, что самое время сваливать и ехать туда, куда я и хотел. Так, работа водителя международного класса. Купленные билеты, аэропорт, ЛВ, стадион. Я на самом деле не знаю, какой самый адекватный маршрут, поэтому, может быть, вы мне скажете, было бы неплохо. Слушайте, давайте, наверное, я попробую в аэропорт, а вы мне просто напишите, что и как. Может быть, самое... Почему бы и нет? Сплинтер, так, Вольво Кио. Слушайте, давайте на вот этом вот. У вас нет лицензии. А, значит, нужно получить. Какие вопросы? По-моему, все получил лицензии. Ну, я так, по крайней мере, думал. Оказывается, что не совсем. Смотрите, смотри, ля как делает, ля как делает. Е-мое. Е-мое. Моя подстава. Просто ужаснейшая подстава, причем. То есть, я не знал, что у меня не сдан этот экзамен. Ну, такое себе. Ну, ладно, что, значит, буду задавать какие вопросы вообще. Давай, так вот, ой-ой-ой-ой-ой, немножечко это самое. А он вот так умеет? Конечно, умеет, е-мое. Я помню, мой отец, короче, увидел, как я управляю тачками и, короче, делаю вот этот вот мув. Ну, как это, буксую, короче, понимаешь? И это, и он такой, о, да я, типа, тоже так умею. И реально показал мне, что он умеет делать это на Ford Fusion у нас была тачка. Ну, это нормально, кстати. Это что такое? Нормально. А если бы у меня там колесики застряли? Мне кажется, не все было бы так. Хорошо. Вот. У Саши Булкина в ролике я видел, что были, короче, первые серии CCD Planet. Там, типа, все врезались, там, прочее такое дело. Сейчас, по-моему, я врезаться ни в кого не могу. Вот, чисто ради эксперимента. Вот так вот. Опа. Ради эксперимента Чел мог сдохнуть. Неплохо. Ну, да ладно. Так, я тут камер, кстати, не вижу, что довольно-таки... Да у меня не самая быстрая машина с этого. Еще, наверное, нужно было начать. Блин, у ребят никнеймы такие. Не волнует сейчас у чувака бы... Ух ты ж, ёбаня. Ограничение скорости 80 кмч. Ну, такое себе на самом деле. Заряд, это электро... Электро... Автобус. Нормально, кстати. Хотя звук у него никак у электроавтобуса, хотя я не знаю, как звучат электроавтобусы. Они вообще есть? Я думал не сюда, но, видимо, они... Ух ты ж, ёбаня. Вот как люди раньше здесь экзамены сдавали. Это же вообще жесть. То есть сейчас я хотя бы прозрачу, у меня коллизий нету. Ужас, ужас. О, боже мой, как это долго. Поднятия вот эти вот, когда движок не вывозит, и ты пытаешься подниматься на этом транспорте. Ой-ёй-ёй, какой, какие ужасные маршруты здесь. Они еще и, наверное, долгие, невероятно просто долгие. Это долго, это мучительно, это непонятно, шо и как, и так далее. Да что, что будешь делать? Ёбстудай. Ой, давай, 10 километров в час, крутяк. Какой крутяшка-няшка болинский городовой. Я вообще не думаю, что автобусы ходят по подобным маршрутам. Серьезно, я очень сильно в этом сомневаюсь. Вот как бы он здесь проехал? Мне кажется, не каждая машина-то здесь проедет. Ну, машины-то проедут, понятное дело. О, наконец-то. Я думаю, никогда не доеду, все очень долго, мучительно было, непонятно. Вот если сдача на автобусника такая долгая, мне очень интересно, какая, какие будут маршруты. Наверное, примерно по времени столько же, но будет ли это тех денег стоить? Я вообще хз. О, хляха-муха, ты что, угораешь? Перепарковаться надо, что ли? А, нет. Просто вниз. Очень странный маршрут у автобусников, почему-то вне дороги. Нормально. Не для всех, не для меня. Это магазин оружия, здесь вы можете приобрести различные виды вооружения. Надо будет попробовать. Кроме того, оружие можно создавать. Я, кстати, об этом даже не знал. Вот теперь буду иметь это в виду. Хорошо. Замечательно. Администрация тут что-то делает. А я через них прямо проехал. Сейчас еще обратно поеду. И еще обратно поеду. Отсюда. Что-то там. Движения, движения какие-то происходят. Наконец-то. Наконец-то я его сдаю. Это было долго и мучительно. Особенно вот эта вот лестница идиотская абсолютно, которая мне не нравится. Блинский городовой. Наконец-то я могу зареспаунить свой транспорт великолепнейший. И, собственно говоря, поехать туда, куда я и хотел поехать изначально. То есть нужно ехать на автобусника. А, тут... Что ж ты будешь делать? Опять штраф. Я, кстати, уже привык к этой коллизии. Короче, к отсутствию коллизии. Я сейчас ехал, думаю, нормально все будет. В итоге нет. Вон еще штраф получил. Говнище. Опа. А он что? А он мне быстрее? На гелике? Ля какой. Ля какой. Ля какой. Заезжаемся. До автобусов я уже доехал. Сейчас я возьму какой-нибудь маршрут и посмотрим, сколько он будет стоить. Я не хотел поначалу брать. Подумал, что это будет очень долго. Ну, типа, долгая серия. Но в итоге я подумал, почему бы и, собственно говоря, нет. Вот этот вот Mercedes-Benz выбрать. Ага. Ну, не тот Mercedes-Benz, который я ожидал, но как бы, да. Так, ну, он разгоняется до соточки уже, и причем едет довольно-таки неплохо, стабильно и нормально и так далее. Окей, окей. Почему бы и нет? Так, сейчас я еду в аэропорт. Он находится снизу. То есть, и заезжать на него тоже нужно снизу, а не сверху. Видите, там вот эти мосты. Вот на них уже сверху нужно заезжать, короче. Здесь уже по-другому немножечко. Кстати, может быть, мне вот прямо здесь нужно было заехать? Скорее всего, да. Прямо там и надо было заехать. Сейчас я посмотрю. А, нет, кстати. Не понял. Так, ой, что-то я не туда нажал. Куда ехать-то? А, ну, окей, нормально. Давай, сука. Опасно сейчас было. А, этот человек, он, что он делает? Он тоже едет туда же, что ли? Я что-то не особо понимаю. Ладно, поймем чуть позже это все. Не самое пока что. Это нужная информация, конечно. Так, ехать, я так понимаю, еще дальше нужно. Да, это, короче, порт. А вот это аэропорт. Я, правда, не помню и не особо знаю, где заезд на него, на этот аэропорт. А, вот, кстати, и заезд. Он сейчас будет. Я подумал, что, типа, знаете, нужно будет спрыгивать, как я это делал в Сан-Андресе. В итоге, нет, все гораздо проще, все гораздо приличнее, адекватнее. И так далее. Так, ладно. Здесь налево. Давай, аккуратно. Надеюсь, мне дадут нормальные деньги за этот маршрут, потому что сколько времени я сейчас потратил на обучение. И денег, причем... Боляха, муха, я еще и не тут. Сука! У меня есть нитро, про которое я вот только сейчас вспомнил, случайно нажав на левую кнопку мышки. Замечательно. Ну, хоть что там. Ой, там человек дрифтит. Так, ну давай, пожалуйста, хоть бы все было достаточно быстро. И чики-брики, и в дамочки, и так далее. Оп, я приехал. Отлично, вы доставили пассажиров, теперь нужно вернуть автобус на базу. Позор 0. Поехали. То есть я сейчас просто еду обратно, серьезно. Настолько все быстро. И не мучительно. Ребята, пишите, пожалуйста, маршруты. Самые адекватные. Я поезжу по ним, вам покажу. И тем, кто не шарит, но хочет зайти сюда, это CCD Plane 5 сервер. Я возвращаю его сейчас на базу. Посмотрю, сколько мне дадут денег. Вот и база. О, заранее открываются двери, что довольно-таки удобно. Сколько? 14 700. Ну, на самом деле, если так подумать, чтобы изучить город и при этом, собственно говоря, поездить по маршруту, адекватно. Я считаю, что это адекватный ценник. То есть можно окупить практически сразу же вложение в права там. То есть 25К права. Ну, там нужно еще быть аккуратнее с камерами. И, в принципе, это все. Ребята, на этом серия заканчивается. С вами был Паша Клейнс. Это CCD Plane 5 сервер. Заходите обязательно. И, соответственно, пишите свои некоторые комментарии, что мы потом придумаем, так сказать. И советики тоже ваши ждут. F9. Пока.